Вот такую картину увидел вчера вечером, поэтому сейчас надо с ней как-то срочно разобраться, а надо ехать на работу. Хомут отгнил, но всякое бывает. Вот купил в магазине мыло хозяйственное, наверное обычное, 72 процента. Почти как маргарин. Вот доехал до гаража, тут 500 метров. Сейчас попробую замазать мылом, непонятно откуда течет, но сырое трогать сейчас не хочу. На улице минус 5, вот кстати капля сейчас капнет, вот висит чтобы понимали что действительно течет. Мола хозяйственная, коричневая, которая, почитал, что оно не контактирует, не разжижается бензином, керосином, маслами всякими, поэтому типа им можно заделать как днище картера, так и бензобаки. Если вдруг они пробились случайно. Ну сейчас будем пробовать. Ну соответственно слой ржавчины в районе хомута тут где-то дырка есть наверняка. У меня вариантов нету. Надо два дня срочно поработать обязательно. Потом в ремонт отдам. Обхомуты сниму лишнюю ржавчину с мыла. В общем говорят, что мыло потом становится почти как цемент. Когда взаимодействует, как я понял, со всякими нефтепродуктами. Поэтому хорошая замазка получается. Опять я скребу. Во! Во! Нашел дырку. Потекла сразу. Ой-ой! Вот нашел место. Потек бензин отсюда. Вот где у меня палец. Вот отсюда стечет. Сейчас буду замазывать. Руки мерзнут. Так. Дырка, дырка, дырка. Опытные водилы говорят, даже если у вас, допустим, пробоина очень серьезная случилась, вот, например, в картере или в бензобаке, то можно кусок мыла вырезать, ну, прям как заклепку. Ну, мне как на банане только больше никак не показать. Вот. И запустить его туда, вверх, вот так побольше. А здесь, ну, на банане шляпки нету. И чтобы вот шляпка была на этой, как бы, на мыле. И вот запечатать вот так сюда, побольше вывести туда, внутрь бака или картера. И тогда тут все само бензином запаяется, вот, или маслом. Мыло потечет и станет тоже как заклепкой внутри. А здесь у вас уже сами вы сделаете. Ну, и подмазать там. Вот. Вот, в общем, так рекомендуют. И говорят, что размер от дырки пробитой не имеет значения. Главное, чтобы кусок мыла позволял перекрыть эту дырку. Сам кусок. Поэтому советуют возить хозяйственное мыло с собой всегда. Особенно в длительные, далекие поездки. И тем более, если какие-то камел трофи всякие по горам, по камням, то там однозначно, где можно пробить в любой момент, то вообще самая тема. Ну, я теперь вот, мыло у меня всегда будет в машине. Однозначно. Остановилось. Но у меня еще бензобак сейчас не полный. Там литров 15, наверное, 20 вместо 60. Это уже хорошо. Но, вроде не течет. Короче, надо ехать. Я думаю, продержится. Если что, мыло с собой возьму. Ну, в общем, вы поняли, что мыло помогает. И главное, чтобы оно заходило как можно больше в бак. Туда в щель или если у вас металл треснул там в картере. И оно потом, туда чем глубже его забиваете, оно там как-то цементируется очень плотно. То есть как можно больше, чтобы оно туда внутрь залезло. Ну, в данном моем случае тут вообще сложно понять, насколько оно как-то залезло туда. Все. Всем чаю с пряником. Подписывайтесь на мой канал. Ну, вот так подкрепил. Надеюсь, все получится. Прошло 20 минут. Пока ничего не течет. Но я еще и не еду. Я, кстати, три дня отъездил. Но в конце третьего дня уже начало опять подкапывать. Ну, а я уже в ремонт ее отогнал на четвертый день машину. И все, бензобак поменял весь на новый. Удачи на дорогах!